так друзья давайте полюбовимся слушаю брат все в этот раз я перестраховался спасибо за подсказку начинаем в чем порядке друзья а то был такой среди целый час говорю пустоту а мне никто не слышал и так бывает значит смотрите полюбуемся на девушку полюбуемся на персики пока загадка следующая подарят красотища пока загадка а вы знаете что я не жадный я люблю хвастаться люблю подставлять слово подставлять хорошего смысла своих друзей подставляю здравствуйте константинович это персик рэд хайвэй от галины латинковой найти его проще парня репа сейчас в интернете достаточно набрать фамилины и вы уже у нее в гостях саженец она высылала вот его смерти вот это да вот это получается посажено было в год смерти прошло то было 23 так мы живем каудинской степи у тайского края морозы не меньше ваших дерево приходится укрывать но она того стоит пусто аромат плодом восхищает благодаря вам мы стали садоводами низкий поклон вами вашими замышленникам видите и мне благодарность и галины латинковой благодарность так а почему я ничего не знаю кроме каудинской степи только телефон пытался найти кто кто мне прислал эту красоту вот и не фамилия не имени отчества не адреса но адрес не каждый пока пока готов показывать но недостаток чтобы мы не знаем даже фамилии так идем дальше а вот еще это уже касается меня и так мой адрес тоже писали пару фотографий вот чтобы имею ввиду верхняя фотография верхняя фотография это розмарин почти еще не готовы нижняя фотография красная мелба вот такие подарки я принимаю это я обязательно добавлю когда появится фамилию отчество адрес вот это будет уже мой архив пройдет специальную папку вот это раз снова смотрим и так мелба а что там внизу вот он дальше ну вот он неправильно вы знаете уже все неправильно дальше значит идем дальше помните я говорил каждый раз я буду вас знакомить с каким-нибудь из своих клоунов вот это корневой отводок он вырос стал нормальным высокоросым деревом вот и дал потомство то есть от него идет цепочка еще это что интересно в этой цепочке уже измененные плоды ну что я виноват что ли стали испорчены но хорошем смысле вот у него по этой цепочке если пройтись вот камере нас она совесть приедет через пару дней покажу скажу посмотрю что делается вот через два дерева уже снова молодая корневая отводок от него пришел цепочка это значит у них они как шагают с помощью ног два-три метра саженец из ничего из-под земли вылазит от камней два-три метра еще а тут уже синий вот видите ну и чё обижаться на него попробовал вкусный и так я вас знакомлю с условное название этой сливы красно-желтая 40 лет назад год приезда я был шокирован это было самое распространенный фрукт не считая волочной вещи вот это вот самый распространенный этого добра было немерено все рынки набиты вдоль дорог стоят эти добрые не стоят потому что никто уже не покупал каждом саду а потом естественно научили людей пробить и вот результат сейчас и дачи тысячи брошенных имеется и люди руки опустили купят знаете как вот такие вот видно меня нет вот такие вот такого размера фотографии с яблоками вот такого вот и чуть поменьше фотографии слив ну кто после этого станет какой-то заварятный время это заниматься китайкой вот результат вот ну а еще что скажу косточки собираются регулярно продается на сказать что все все россию завалили нет сказать что они могут быть 1 в деревне а может быть ни одной целой районе это действительно стыка колонны эти бесконечные продажи таки ничего нет а это то зараза я только посади еще и через год два три пять десять допустим посадят в деревне еще вся деревня завалена будет но почему этого не происходит вопрос да серьезнейшая тема я посвятил я дели фильм но не все же выглядели почему здесь фамилия антонина скугарева это моя ближайшая подруга она живет кемерово переписка великолепная огромная работа лекции вместе с детьми статистировала садила и сейчас в этой школе номер семьдесят до сих пор помню название кемерово растут естественно я сочи абрикосы из косточки железновские так вот но и теперь начинается второй этап другая когда был скандал когда антонина она столько сил уложила научила телевидение и вдруг у нее это отнимает было антони отнимают сказали это мы те кто палец о палец не ударил вот это было прославиться шутка ли это же чуть ли не единственный случай на всю россию чтобы в школе где проходят биологию да есть пришкольный участок растет черти что и чтобы вдруг взять и посадить настоящий плодоводие сенсация телевидение это начал раскручивать и друг паха на лишнее обиделась страшно но потом перед ней долго извинялись по моему и такое было потом два года прошло они себя подрастают помолечку не было до встречи ухода охраны не было в общем осталось несколько десятков детских сотен но есть и вдруг все началось отсюда и так минсельхозе заявили о необходимости создания мы с вами же граждане россии мы не можем проходить мимо таких вещей нас не касается необходимость создания российской федерации 18 тысяч агроклассов 18 они все как считают ведомства акцент при этом может быть на сельских школах дальше вот это даже читать страшно учащийся вузов стипендию поднимутся 4 до 6 тысяч рублей до комментировать не хочется до части сколько техников 4000 рублей комментировать не хочется ну посмеялись это называется смех сквозь слезы теперь возвращаемся вот сюда чтобы не видели вот это вот жалкие цифры давайте вот так значит вдруг ей звонит наше антониме новый директор и говорит давайте организуем это самое опять лекции опять посадки и все прочее вот ну потом начали когда мы все разбираться какие-то сведения получать оказывается учить их будут рядом например весь сельхоз в колледже это автоматически отмечает что там преподаватели запросто могут научить школьников вот эти агроклассы посадить сад я сразу стала захотелось заплакать знаете заплакать господи что они вырастут пройдет несколько лет и будет как полюсенко 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 было так вот романтик в каждом колхозе создается селекционный участок и там простые колхозники будут заниматься селекцией вся эта так как никто ни хрена не понимал в этом деле но представьте себе 30-40 года все это пошло на смарку все это к чертовой матери сами знаете сейчас будет то же самое почему написать себе когда я читаю книги изданные средним звеном я прочитал ровно три книги которые выпускали значит это не узы не миги а то что чуть чуть ниже есть под разными названиями научные учреждения они уже имеют районный характер вот я скажу примерно гсу госадоиспытатель участки и там работает агронома как правило это уровень кандидата наук вот как правило кандидат всерхознаук и когда я три книги прочел одну выпустили в Кузбассе одну выпустили на Урале и одну выпустили прямо в Хакасии вот я пришел в ужас они не то что были под копирку там были те же фотографии нет те же рисунки по уничтожению деревьев я так и называю не по обрезке а по уничтожению ведь они все-то все-то выпустили выпущены в Сибири вот и вот посадят деревья они насчет расти приходит допустим этот самый агроном с этого среднего звена с этого колледжа и говорит так дерево неправильно и начнется 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 ну кончится это крахом вот я ж не говорю о том что я до сих пор должен спорить садить заглублять косовики не заглублять ну почему я должен спорить это должен уже каждый ребенок это уже в детских садах должны проходить а я все не могу доказать ведущему Абрикосоводу России по ту сторону Урала ну что это такое поехали дальше по всей этой грустной темы вот Антонина держитесь с вас теперь не следует вы у нас лидер на уровне России вот хорошо если опять помаячите на телевидении вот я уже не помаячу у нас самое сейчас наши рекордные наши мудрившие достижения Хакасия и Юг Краснодарского края остались позади вот яблоневые сады практически полностью уничтожены практически и все остальное тоже самое уничтожено а взамен призывается только южное посадил мертвое и полностью полное умение в Хакасии и Краснодарском крае вот что есть то есть в других регионах может быть наоборот какой-то подъем будет вот и держитесь все могу сказать помогать будем так дело в общем то что касается немножко оно касается и этих же будущих школ дело в том что природа она состоит я говорю вещи для меня настолько обыденно и вот Елена Александрович видите она с рамками ходит а рамки то двигаются то не двигаются вот вот а у нее феноменальные биополе 3 метра это радиус диаметром 6 метров вот это значит рамки плюс биополе делает зримым незримую половину планеты потому что это тоже как зрение мы увидим узкой полосе так как излучение мы это немножко ультракрасовое изучение про красное не знаем эльгеновское не знаем ничего не знаем радиоволны не воспринимаем вот на них ли нам это так узкий диапазон как еще выживут свойство непонятно потому что зрение слабое эти самые слух плохой обоняние за эти во время как это называется испытания какие мы проходим ну природное вот обоняние потеряли никогда не учуем что кто-то тебя сожрать готов ничего у нас нет полностью от этого от природы изолировались слепые котята ну маленькая проба вот научил я рамками работы теперь что получается что такое работа рамками это значит можно искать воду видите это учеба давайте немножечко пусть я уже об этом говорю ну как говорил чуть другой плоскости вот здесь номер один это колодец его руками вот колодец 3 колодец 4 это уже болели потому что надо было через пару водоносных слоев пройти этот через два а этот три вот видели да дальше значит посмотрели ну скелет динозавра нас интересует хотя бы где он находится мы видим что я всего лишь маленько маленько чернозема маленечко совсем а дальше что мы видим догадайтесь сами значит здесь вот так вот слоями где поплотнее грунт назовем его глины над глиной заметил везде над глиной есть что есть водоносный слой должны знать но почему мы слепые может нам же нужно колодец салить и дерево посадить вот там где цифра 5 посадил дерево оно сдохло извините почему где 6 сдохло почему хоть нарисовано дерево но нарисовано число условно а потому что давайте совсем чуть-чуть а это называется линза вот глиняная линза и на день получилось резерко там повышенная влажность не обязательно там вода стоит прям булькает нет плесется там повышенная влажность и все корни сгнивают надо знать надо умеем мы это делать не храна не умеем одна на всю планету идем дальше смотрим сюда что тут еще особенного но вернуться к теме как что здесь что нас обманывает промеренный лес это уже мы проходили с вами и так значит рамки тут посмотрели вот этими рамками можно находить опасные места мы их находим так стоят 5 10 20 30 памятных знаков могил не могил а эти память памятные знаки то есть здесь погибли люди даже это они не заставляют никого сделать вот такие рамки можно не мерить а если еще мерить то можно упредить еще никто не погиб новую дорогу построили вот не обязательно пешком сотни километров ходить достаточно при низкой скорости проехать с комфортом и сказать вот здесь опасно здесь подоставить плакатов сотни тысяч людей спасем сотни тысяч сирот не будет сотни тысяч не будет этих самых инвалидов и прочее вы понимаете ну не это почему я говорю если вот это создается ну кто должен для них составить программу ну ведь повторять то же самое только чтобы они вырастили сад потом он медленно сгнил и на этом все вот это второе вот это должны знать уметь но кто их научит нас с антониной два человека чуть не сказал полтора ну а тут ходу все когда всю россию то что это такое ну пока от нее ничего не зависит еще раз если эту женщину не забрать паску не дать ей возможность проявить себя ведущие таки телеканала миллионы сразу научит том числе и рамками владеть и чтобы не говорили что это папа это самая паранаука что это все херня научить может и рамками владеть научить может я я еще не все не все знания передал меня еще знание в это я не знаю до сих пор живой так вот и это надо все это имеет отношение к садоводству время проведенное в саду не засчитывается срок жизни но сад ну чтоб не каторга понимаете вот дайте по эту программу вести только без этих самых бесконечных вот купи 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 ведь наглели до того что только ради этого и придумать сюжет не успеет растение посадить уже пять флаконов у него в руках двух руках пять флаконов держит чуть на мат не пришел вот смерть наших домах было дело появилась перестройка вдруг спечатают книгу немецкого автора называется смерть в наших домах прочитал вот это давно было где-то в начале 90 только научиться только глаз исправилась сделал рамки господи боже мой то что же это такое новая опаздывал уже человек при смерти а я уже меряю его квартиру господи чем вы не 0 вы понимаете что получается если нас полтора ста миллионов так то по моей статистике от 1 2 до 5 миллионов человек ждет смерти ворочаясь в этих кровати там где это самый смерть и будет это то имеет отношение вот к этим самым это все все одно к одному все о чем мечтать этих садах если люди умирают от рака он оговорил да мне наболела почему потому что это никому не надо наши люди вот когда-то сибирские эти дивизии спасли москву мордастые ребята стреляли белку глаз на лыжах хорошо ходили январь месяц быстренько на 600 километров отогнали немца несколько или вот это настоящие эти сейчас уже другое сейчас нужно другое мы должны брать инициативу свои руки но нас никого там нет москве никого помните спрашивали железо знаете первый раз слышу александр тигурек старый волк черенка стараюсь брать максимум но вы рекомендуете не более двух-трех далеко дали уже качество меньше ну для чего он про это упомянул так что есть один черенок каждого сорта это будет такое количество что страшно представить я не найти столько подвое сил да я вас давайте так садить 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 гуще 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 ни о чем не думать ничего не бояться просто садись садитесь садитесь можете даже не два-три черенка можете четвертый пятый но это для того чтобы убедиться что же это прав чтобы потом по центральному телевидению и показали одного из ведущих садоводов россии которые верхушки на глазах у миллионов есть же люди которых выход на миллион верхушки привил на глазах у миллионов садоводов боже мой сколько у них это неудач ждет я там еще один из нижних а он нет верхушки привел и и опять сказать правду вот не при женщинах ну поняли кем мы все мягко заходите заходите Продолжение следует...